Юра, как будто в каких-то джунграх. Всем привет, черноморский, с вами Юрий Азаровский. Мы сегодня находимся в городе Крухте-Анапа, в лучшем заведении для развлечения детей, которое называется Акуна Матата. Моя дочь еще с подружками прийти сюда. Папа исполняет желание. И вот они там уже вовсе веселятся, радуются, прыгают, бесятся. Сначала мы поиграли в вайерах окей. Целая комната есть. Теперь пошли дальше по комнатам. Ну и я вам заодно покажу, как они будут веселиться. Здесь можно видеть, что все правила безопасности соблюдены, все обезощищены. И вот когда они даже так катаются, все будет хорошо. Но тут они только что прошли по вот этому парку препятствий. Радостно и счастливо. А что еще для детей надо? Развлечения. Это следующая комната. Здесь можно побороться, вот так вот побегать, попрыгать, поваляться. Огонь. Это ринг такой, ребята. А ну давай, мочи его. Деда. Дыша. Дыша. Все, все, девчонкам надо для разлетения. Кто вас обидел, девочки? Она груша. Груша обидела? Да. Дальше здесь есть место, где можно поесть, заказать себе еду. Посидеть на столиками. И вот они с шариками. Где они тоже пошли прыгать и скакать. Батуты. Вище давай, вище, Даша. Здесь также проводится день рождения праздноваться. Ну, это вот первая зона, куда вы попадаете. Здесь игровые автоматы разные. Но девочки хотят, жена, второй этаж. И мы с ними побежали. И во втором этаже, здесь тоже и арах, икей, покрутиться. Здесь на чем и столы, на которой можно посидеть, поесть. Все, сразу сгромоздились и поехало, развлечение. Баскетбол можно поиграть еще. Все, вылетело. Еще один батутка более большой. О, Белочка. Прыгать здесь можно по одному. И вот они по очереди ждут, когда батут освободится. Это Андрея подарили, Даша. Теперь с ним не расстаемся. Вот такая красота. Вот это Настя прыгунья. Вау. И Настя всех поснимала. Бабах. И. Уху. Они решили еще на втором аттракциончике попробовать свои силы. Уже на том прокачались. Давай, показывай. Ура. Ура. Та-дам. Их отправила играть, а сама будет сидеть наблюдать. Мы заказали немножечко покушать. Наггетсы, картофель фри и соки с водичкой. Доброе рождение тебя, доченька. Поздравляю, желаю здоровья, чтобы было большой, красивой, умненькой. Слушалась маму и бабушку. И все у вас было хорошо. Как вам фришка? Отлично. Уважаем. Давайте, пробуйте. Как вам наггетсы? Я очень попробую. Тебе понравился? Тебе? И ты попробуешь. Давайте, берите пиццу, девочка. У нас одна не ест пиццу, но с ней наггетсами поделимся. Ух, тоненькая, тянется, красивенькая. Как пицца, девочки? Вкусно. Вкусно? Я пиццу не ем. Ты вообще воздухом питаешься. И вот такая еще у нас пицца, четыре сыра. И съел. Я так никогда не похудею, ребята. Уже четвертый кусок пиццы. Девочки в шоке, что я всю пиццу съел, да? Я только... Да, ну что... Никита, ты сколько съела? Три. Две. Я тоже. Я ночь. Я даже еще не доела. Я ночь. И четыре. Я дедашь. Как вам с сыром пиццам? Четыре сыра? О, вон лав. А тебе? Песять, пятьдесят. Потому что ты пепперони любишь, да? Вот так вот. Так, и здесь еще на первом этаже мы можем выйти на батуты. Там девочки сказали, три целых есть. Я сейчас за тобой. Да? Да. А ты где была? А я? А я? А я. Вот это вот у вас снова дает. О! Настя! Давай, прыгунчики. Девочки заняты. Здесь, кстати, место у Азартага появилось новое пространство, где еще дополнительные игры установлены. Сейчас у нас тут Настя будет кататься на горке в виртуальных очках. Девочки прыгают и ждут очереди. О, все, обыграл он меня. Так. О, тоже. Короче, я всем проигрываю сегодня. Надо менять проигрыватель на выигрыватель. О! Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Давай, давай. Молодец. Настя, как тебе? Я проигрыватель. Тебе прям понравилось? Понравилось? Да. Круто. Давай, Вика у нас теперь. Вау. Я на батуте не прыгал тысячу лет просто. Огонь. Вообще огонь. Оп. Иди покажи, как надо. Мастер-класс. Запускается. Прошу, просто пропустили игру. Ну как? Ты смотри по разным сторонам-то. Полетели? О, полетели. Держи руки, пока не отпускай. О-о-о. Кричи, кричи. Да, ты не можешь. Нет, ты кричи, и ты как-то не можешь. А что-то наверху есть еще один этаж. В прошлом узоре он у нас попал от года до четырех лет. Что, ты танцуешь? Я сам планировал. А ты танцевать умеешь? О, поди, поди, поди. И пошла Даша на очередь. Оф. Тут, видите, более активная такая Даша выбрала. Мама. Ну что, Даша? Мама. Держись крепко, главное. Тебе понравилось? Да, понравилось. Ну, Даша, ты молодец. Что я выбрала? Катанье на сноуборде, наверное. Да. Хочешь с папой в горы поехать покататься? Нет. После этого я не хочу ничего. Ничего. Мама, поди. Если бы мы поехали с мамой, она в таком дикоте, она любила. Это подстава. Как тебе, Даша? Нормально. Еще хочешь? Да. Хочешь, давай. Можно еще раз. Давайте. Давай, Настюха, поехала второй раз. И что, как там? Там вообще классно. Тебе прям так понравилось? Да. Больше, чем в первый раз? Почему? Она вообще дневная. Такие классные. И на день рождения дети приходят большими компаниями. И так вот поздравляют Зайка. Вручают подарочки. Такая красота. А у меня девочки сейчас играют в Xbox. Вот так вот. Такие стульчики удобные, клево. Дашу решили поздравить. Тоже с днём рождения. Девочки в восторге. love life. Сиди raus, девочки. Вов接. Сиди raus. Сиди raus. Машечки сюда прыгать. Спасибо большое. Каждому, как говорится, свои игры, да? Мне навально. Мне навально. Вот она весь вечер каталась. Мама, смотри. Так, вот этого кота зовут Андрей, а это Елена, ребята. Дюсеница теперь, я так зовут. Ну, популярность комплекса, ребятки, если хотите сюда прийти, звоните, записывайте заранее, потому что мы записываем заранее. Детей уже очень много, потому что праздники детские проводить здесь очень классно. Чтобы вы понимали, мы здесь уже 3 часа. Помогите! Спасите! Помогите! Что для меня стало большим удивлением, я думал, они сейчас как залипнут, эти компьютерные игры. Ну, фига подобного. Пошли дальше, короче, на активности, на все. Нам тут за столом все подубрали, пока нас не было, сложили все аккуратненько. Девочки уже прибегали, перекусывали. То есть вообще шикарно. И обслуживание идет, и за столами следят. Мне нравится. Короче, мы теперь играем в прятки. Мы 5 часов здесь, ребят, там, по-моему, домой пора. Я уже чуть-чуть подустал. Нашла? Вставаю, вставаю, вставаю. В пятки играем. Вылазь, помогай следующую искать, пошли. Тащи ее. Все, как раз, как я тут. Не стала еще до шуми произвести. Все, поехали. Девочки, вам понравилось самое главное? Точно? Да! Это самое главное. Что за доезды? Все, поехали за своими вещами. Они меня ушатали. 5 часов. Я в восторге, на самом деле. Ну вот, настолько интересно им было там. Я вам предлагаю посмотреть, как выглядит третий этаж именно для маленьких деток. Дорогие друзья, Анапское шоссе 9 напротив гипермаркета Магнит. Детский развлекательный центр Акуна Матата. Приглашает вас в гости. Мы заходим, здесь ресепшн, одеваем бахилы и двигаемся дальше, чтобы была чистота и красота. Вот они цены, друзья. Здесь все разбито по возрастам. Есть дополнительные скидки, если большими группами приходите. А также каждому имениннику здесь дарят подарок. После регистрации у нас есть дорожка наверх, на второй этаж и на первый этаж. Детский взгляд у нас детки от 4 до 13 лет. В принципе, возраст не ограничен, потому что здесь очень много развлечений, которыми можно позаниматься в любом возрасте. Даже взрослые играют здесь некоторые игры. Сейчас здесь проходят два дня рождения. Мы увидим потом подарки, как дарят. Вот такие вот разнообразные фотозоны. То есть отдельно вам ничего не надо заказывать. Здесь обо всем уже позаботились. Все игрушки уже включены и работают ваши дети. Смогут просто садиться, играть, развлекаться. Разнообразные видеоигры здесь очень много. Их можно потанцевать. Есть вот такой танцпол. Все включено. Постоянно поваляться, посидеть, пообщаться, побегать, потричать. То есть здесь выбор развлечений на любой вкус. И можете увидеть, также есть аэрохоккей. Например, можете прийти поиграть со своим ребенком. С камеечкой рядочком. Разнообразные герои, с которыми можно сфотографироваться. Я когда зашел, так и сам смотрю, думаю, вау, сколько разнообразной здесь красоты. Ну, что видят, что дети сами ходят, выбирают себе развлечения, какие им понравилось. Очень много вот таких вот интересных стульчиков. Можно сесть, покрутиться, целая качелька. Это ниндзя-парк, куда залажат самые смелые дети, бегают по веревочным мостикам. Он посмотрит, какой смелый парень побежал. Друг, если упадете, не страшно, то вы также можете сидеть, присматривать за ними. Есть и здесь стульчики. А можно еще взять вот такую вот фигню и навернуть какую-нибудь с ней. Это часть ниндзя-парка, которая находится на первом этаже. Друзья, заходим в следующую зону, друзья. Здесь, смотрите, можно подевать вот такие вот перчатки и поиграть, кто кого завалит. Есть костюмы, чтобы было не больно. Еще одна, смотрите, такая зона, на которой можно покрутиться, посидеть. Также на первом этаже есть бар. Я покажу вам меню, которым можно воспользоваться. Посмотрите, это интеллектуальные такие игры. Я когда пришел, только здесь дети очень активно в них играли. Такие тихие. Есть туалеты для людей с ограниченными возможностями в том числе. Очень много разных мест, где можно посидеть. То есть посидеть можно на каждом из трех этажей. Вам подойдет девочка, закажете, что хотите, и вам принесут это все. Можете видеть, сколько шариков, большие батутки, тоже веревочный городок. И дети сами себе развлекаются, потому что о безопасности здесь уже подумали, чтобы никто ничего себе не повредил. Бегают, прыгают по полной программе. Вот так вот. Завалились в игрушках, их вообще практически не видно. Красота получила. Также есть возможность поучаствовать в настоящей виртуальной реальности. Батутный городок входит в стоимость двух этажей, но за отдельную плату можно прийти и поиграть в виртуальную реальность, друзья. Теперь мы поднимаемся на второй этаж. И что нас ждет, друзья? Есть лего-городок, есть футбол, можно попить караоке для детей. Это всегда все работает, все включено. Здесь очень интересно оформление. Есть вот такая вот крутящаяся вещь и шариков. Очень много детки играют. Есть также возможность посидеть, покушать. И также фотозоны для именинников. Смотрим, как выглядят такие вот зоны для детей. Можно как белочка в колесе подберить, а можно попрыгать на батуте. Все очень круто. Есть карусели для маленьких, а также вот такие вот игровые площадки, как кинуть шарик, либо вот сюда побыть немножко баскетболистом. Оно вот так вот прикольно крутится. Вот такой вот аттракциончик с шариками, где можно покрутить своих друзей. Красота, друзья. Чем бы дети, как говорится, не тешились. Вот теперь мы посмотрели два этажа для детей от 4 до 13 лет. А есть еще для самых маленьких более спокойная, но не менее разнообразная зона развлечения, отдыха и проведения времени. Заходим на третий этаж. И здесь зона для самых маленьких гостей детского развязательного комплекса Акуна Матата. Здесь тоже можно оплатить услуги. Там какие-то игрушки, если вам вдруг понадобится, прикупить для ваших деток. Хотя здесь разнообразие очень большое. Видите, какие маленькие детки тут развлекаются. То есть дети здесь ходят в носочках, а взрослые одевают бахилы или тапочки. С же скамеечками, мне нравится, сделано очень красиво в виде гусеницы. И давайте смотреть, что могут поделать детки. Фотографироваться. Фото-зон здесь очень много. Есть детский аэрохоккей, разнообразные такие вот крутящиеся стульчики, футбол, столики, за которые можно также прийти и отметить день рождения. Также на этом этаже есть свой бар. Можете заказать напитки. Да вообще, в принципе, в любом месте сели. Вам подошла девочка, вы по меню заказали, вам принесут очень вкусные блюда. Говорят, что взрослые здесь кушают в большущем удовольствии. Также выбор мороженого, кофе, напитков, все есть. Детский городок, можете увидеть шарики, где детки могут полазить. Но для более маленьких, тут и музычка играет немножечко такая другая, более веселая. Также можно попросить ее поставить на заказ. Разнообразно тренажером покрутиться. Это, повторяюсь, очень много разных фото зон. Может, это же измерится. То есть, продумано очень много мелочей, друзья. Санузлы здесь отдельно. Вот, допустим, для взрослых есть отдельно, для детей. Вот видите, как красиво оформлено, чтобы детки сходили туда и не пересекались с взрослыми. Каждые 20 минут проводится уборка, чтобы все было чисто, хорошо и красиво. Здесь тоже можете увидеть, как оформлена зона для столов. Детские разные горочки, лазалки, разные головоломочки. Можно что-нибудь построить из кубиков. Все продумано, чтобы не удариться ни обо что вашему ребенку. Обезопасно. Такой вот большой комплекс для деток, где они могут полазить, побегать, попрыгать. И говорят, что сюда очень много ходит постоянных клиентов, которые начинают с детства, потом переходят на нижние этажи и постоянно посещают именно этот комплекс. Я, прикиньте, не знал о нем. И я очень жалею, потому что можно пойти бы с дочкой. Посмотрите, как мама играет с ребенком. Такие большие мебельные кухни, да, то есть там что-то готовят. Это на самом деле интересно, потому что не все могут себе позволить дома где-то вот такую прям огромную кухню для детей установить, чтобы с ними играть. Также есть банкетный зал. Здесь вот эта фотозона такая огромная, красивая, с лошадкой для девочек. В другую сторону для мальчиков сделана. То есть вот уже готова фотозона, пришли, день рождения отпраздновали и поздравили своих детей. Ну, есть либо вот такие вот элементы, еще их можете куда-то переставлять, как-то переоформлять. То есть все очень красиво и направлено на веселое праздновение. Просто время, либо для ваших праздников. Идем дальше, потому что третий этаж для детей еще не заканчивается. И смотрим, как и вот эти кресла. Здесь для самых маленьких есть бассейн с шариками большой. Сюда вверх детки ходят и фотографируются на фоне замка. Есть такие вот головоломочки, можно пособирать. Поднимаются по лесенке, там зеркало с облаками. И можно отсюда сделать красивую фотографию с вашими детками в таком вот замке. А здесь находится вообще комната для маленьких. Здесь говорят, они туда заходят и там играются. Как раз слышат, там играются. Вот так вот. Прикольно сами по себе. Мы немножко подглядели. Вдоль окошек стоят стульчики безопасности. Как и уделено очень много времени. То есть перекладины. У окна никто не вывалится. Не переживайте. И очень много еще разных игрушек, передвига для деток. Это очень клево. Ну, мне теперь интересно услышать мнение своих подписчиков. Как вам такой центр в Анапе? Это на самом деле очень важно. Допустим, сегодня шторм. И постоянно запрещают вопросы. Юрий, а что делать? А куда пойти? Куда с детьми ходить? Вот я рад, что меня пригласили в такое место, чтобы вам показать и все рассказать. Вот приходите, оконамонтата, выбирайте себе места, когда плохая погода. Или вам хочется, чтобы ваши дети наигрались, набегались, набесились, чтобы чуть отдохнули, вкусно поели. А куда мы это? Вот у нас второй день рождения. Такой красивый тортик. И подарок, друзья. Только помахали. Красота. Ну, друзья, с днём рождения поздравили. И в конце давайте я вам расскажу о меню, что вы здесь можете поесть. Детского развлекательного центра оконамонтата. Есть детское меню для ваших детей, чтобы их порадовать и чтобы они согласились это кушать. Посмотреть, какое оформление великолепное этих блюд. Ну, а также есть, конечно, и для взрослых хачапури. Есть аджарские хачапури, пироги разнообразные. Также имеется набор пицц в ассортименте. Есть разнообразные салаты на любой вкус, а также горячие и холодные закуски. Друзья, то есть выбор большой, можно сказать даже ресторанный. Вы найдёте себе блюда по вкусу и по цене, как говорится, всё, что вам надо. Оформят стол красиво, достойно, и горячими, в том числе, блюдами. Есть и морепродукты, и шампиньоны, например, запечённые. Я прям смотрю, столько всего красивого, вкусного, что самому захотелось немножечко перекусить. А также есть разнообразные десерты. То есть вы можете даже не заморачиваться, покупать свой тортик, приносить, можете заказать. У ребят вам всё организуют и сделают. Блюда на мангале, пожалуйста. Вот такая красота, друзья. Напитки есть, всё, кроме алкоголя. Потому что это детские праздники. Я думаю, как и вы все, что он здесь неприятный. Дорогие друзья, вы только что посмотрели обзор на развлекательный центр детский Акуна Матата, который находится в городе Анапа, в котором можно провести время, развлечь своих детей, ну или просто вам отдохнуть, а дети пускай сами развлекаются. Ждём вас каждый день с 10 до 9 вечера. Приходите.